Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Что ж, не за горами уже праздник, который называется Новый Год. И поэтому сегодня в обзоре я решил сравнить три кукурузы. Потому что Новый Год это пора разных салатиков. По-любому кто-то будет делать салаты, в которых присутствует кукуруза. Я решил сравнить три вида. Два приобреталась в профскладе Победа и один просто в обычном магазине. Первое. Семейный амбар. Сахарная кукуруза. Стоимостью 59 рублей. Мурочка, к сожалению, это не тушенка. Все, кошка сразу обиделась. Второй вариант. Это 6 соток кукуруза сладкая. Приобреталась за 70 рублей. Ну и, я думаю, на слуху у всех бренд Кормилица. Тоже кукуруза сахарная в зернах. Приобреталась за 72 рубля. Сейчас в приближенном рассмотрении я прочитаю состав. Открою и покажу, как она выглядит, данная кукуруза. Что ж, начнем с самой дешевой, которая стоила 59 рублей. Семейный амбар. Сахарная кукуруза. Масса нета 200 грамм. Консервы кукуруза сахарная в зернах. Консервы стерилизованные. Изготовитель ООО «Белгородский консервный комбинат». Белгородская область. Город Белгород. Состав. Кукуруза сахарная в зернах. Вода питьевая. Сахар. Соль. Продукт готов к употреблению. То есть, никаких здесь лишних ароматизаторов и всего прочего нет. Следующий вариант. Подороже. Тоже из Победы. 6 соток кукуруза сладкая. Кукуруза сахарная консервированная в зернах в вакуумной упаковке. Состав. Кукуруза сахарная в зернах. Вода питьевая. Сахар. Соль. То есть, составы у них идентичны. Здесь у нас производитель ООО «Зеленая компания». Кабардино-Балкарская республика. Город Нальчик. 280 грамм масса. Масса нета 340 грамм. Масса основного продукта 280 грамм. Ну и бренд «Кормилица». Сахарная в зернах. Консервные овощные. Кукуруза сахарная в зернах. В вакуумной упаковке. Стерилизованная. Срок годности 4 года. Изготовитель ООО «Кубанский консервный комбинат». Адрес изготовителя. Россия. Краснодарский край. Калининский район. Здесь у нас масса нета 340. Масса кукурузы 272. Да, состав, конечно, кукурузы «Кормилица» я еле нашел. Очень много здесь вот этого казахстанского языка. Не знаю, нахрена это все сделано. Вроде в России живем. Так, состав. Кукуруза, вода, сахар, соль. В принципе, состав у них идентичный. Открываю. Ну что ж, друзья, смотрите. Самая дешевая сахарная кукуруза «Амбар». Здесь воды, ну, просто нереально. Интересно, какая вообще сама кукуруза. Ну, кукуруза вроде бы нормальная. Поэтому не зря я взял ложку. Ну, шесть соток, которая подороже. Здесь воды практически нет. Кукурузка вся довольно-таки неплохая. Ну и, соответственно, кормилица тоже воды нет. Поэтому по воде пока что проиграю только самая дешевая кукуруза. Ну, давайте как-то сравним. Ну, в принципе, одинаковая кукуруза на вид везде. Только, ну, реально здесь воды что-то не слишком переборщили. Сейчас попробую. Ну что ж, друзья, запах первой кукурузы. Семейный амбар. Самая дешевая за 59 рублей. Ну, пахнет кукурузой обычной. За 70. Шесть соток. Ну, это уже, кстати, пахнет поприятнее. Она пахнет более такой свежей кукурузой. Ну и кормилица. 72 рубля. А вот у кормилицы запах, ну, реально еще круче. Не знаю, семейный амбар, мне кажется, какой-то все равно химозный присутствует. И здесь, вот, в семейном амбаре, очень дофига вот этих ошметков непонятных. Ладно, пробуем первую. Ну, в принципе, по вкусу нормальная кукуруза. Сочная. Ну и посторонних привкусов нет никаких. Сейчас попробую шесть соток кукурузу. Кукуруза шесть соток. Она более суховатая какая-то. Но я понимаю, семейный амбар, здесь очень много воды. Поэтому она кажется сочнее. Здесь же шесть соток. Она более такая суховатая слегка. Но вкус тоже нормальной кукурузы. Ну и, соответственно, кормилица. А вот у кормилицы вкус именно настоящей кукурузы. Вот такое ощущение, как будто вы сварили качан кукурузы. И грызете его, как говорится. Вот реально, пока что по вкусу кормилица выигрывает. Конечно, есть масса других кукуруз. Кукуруз, допустим, Бандюэль, Глобал. Но Бандюэль и Глобал делается тоже на Кубани. Поэтому я думаю, это тот же самый завод с кормилицей. Но стоят они дороже. Есть еще Хайнс. Он стоит более 107 рублей. Там 110 или что-то такое за баночку. Но я его не стал брать. Так как я понимаю, что люди будут искать что-то бюджетное. Так что, друзья, для салатика в принципе пойдет любая кукуруза. Но, если честно, мое мнение, я бы лучше взял кормилицу. Кормилица у меня выигрывает. Она на первом месте. На втором месте 6 соток. Ну и амбар тоже на любителя. Ну а вам, друзья, я посоветую, смотрите по своим финансовым возможностям. То есть, я пока что не вижу смысла переплачивать за те же самые Хайнсы и все прочее. То есть, буквально за 70 рублей можно купить прекрасную кукурузу, которая пойдет для любого салата. Ну, реально, друзья. Я не вижу смысла переплачивать. Что ж, друзья. Я все-таки, наверное, остановлюсь на кормилице. Мне кормилица понравилась больше. Но, у меня есть один любитель кукурузы. Сейчас я, наверное, дам попробовать ей. Я думаю, объективно будет мнение еще одного человека, любителя кукурузы. Ну-ка, дорогая, иди-ка сюда попробуй. Это у нас самое дешевое. 59 рублей. Нет, наше мнение здесь совпали. Мне она не понравилась. 6 соток, 70 рублей. И кормилица, 72. Какую бы ты выбрала. Здесь наше мнение с женой разошлись. Мне больше понравилась кормилица кукуруза. Сахарная в зернах. А ей все-таки 6 соток. Потому что она говорит, что 6 соток, она более мягкая и более сочная. Но, друзья, вкусы у всех разные. И плюс к тому, я не очень люблю кукурузу такую. Просто так есть, только в салатах. Поэтому, друзья, выбирайте. Поэтому, друзья, переплачивать не стоит. Выбирайте или 6 соток, или кормилицу. Вы не прогадайте. 6 соток уже ушли. Сейчас ложкой они съедятся. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока. Леш.